Бать, ты спишь? Так, кемарио, ну. Бать, смотри, что малому купил. О, это ж Субару, импреза. Не знаю, какая еще Субару, просто синяя машинка какая-то. Ты что? Это же импреза, Субару. В времена моей молодости такие были. Че такое импреза? О, я щас тебе расскажу одну историю, поведаю. Был такой Форестер, красный. Ой, крутое, вообще был аппарат. Ну, собственно, слушай. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас в обзоре легендарная тачка всех времен и народов Субару. Немного, конечно, не импреза, но для тех, кто не знает, Форестер это та же самая импреза, только в кузове кроссовера. Так вот, ребят, вот таким должен быть настоящий кроссовер. Он должен просто пулять по снегу. Он должен валить боком, наваливать, сжать весь ваш бензин, весь ваш бюджет. Это тачка, в которую можно свапать, свапать, свапать. Свапать, это значит внедрять что-то новое, менять что-то. Ее можно тюнить. В общем, с ней можно делать все, что угодно. Все, что угодно. Субару. Субару. Все знают, что такое Субару? Fuji Heavy Industries. Слышал кто-нибудь о такой компании? Нет? Так вот, Субару это ветка компании Fuji Heavy Industries, которая изначально выпускала вертолеты для военной техники, танки, самолеты и так далее, так далее, так далее. Вот этот звук, вот этот вот бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур, это оппозитный четырехцилиндровый мотор. Оппозитный мотор выпускается только на Porsche и на Субару. Основная проблема этого мотора, то что у него можно вкидывать кучу денег. Но поедет он ровно на столько сил, сколько ему дано с завода. Значит, проблемы данной тачки по мотору. По мотору нет никаких проблем. Приезжаешь на разборку, покупаешь новый мотор, уезжаешь. Опять, приезжаешь на разборку, покупаешь новый мотор, уезжаешь. Проблема Субару же и проблема таких тачек в том, что в них можно вкидывать сколько угодно денег. Они сжирают весь ваш бюджет. Но эта тачка реально фанковая. Она валит боком. Она просто пушка. Поехали, посмотрим ее. Сиделец тут просто начинает умничать. СГ-9, там СГ-8. Короче, просто классная тачка. Она красная. Красная тачка, значит, классная, правильно? Саш, ну скажи же. Да. В общем, ребят, это та самая контора, та самая фирма, которая не скупилась на алюминий. И капот у данной тачки алюминиевый. Посмотрим, что под капотом. Давай сначала с морды. Оптика, сток, решетка. Какая-то супер крутая решетка. Какая фирма? Горазан. Какая? Горазы? Горазан? Горазан. Решетка Горазан. Короче, сколько? Тысяч 10-15 баксов, да? 10 тысяч баксов. 10 тысяч рублей. 10 тысяч российских баксов. Что? Реально 10 баксов? Рублин, конечно, каких-то. Дорожья машина, что-то. Не, нормально. В общем, суть такова, да, дальше? Смотри, бампер, вот этот бампер, это стоковый бампер от комплектации кросс-порт. Да? Комплектация кросс-порт. 240 лошадей, да? Да. Да, а у тебя, наверное, 300. У тебя же слаб стоит. 330. 3-4 лошади? 400 на моторе. Ребят, 400 на моховике. Мне кажется, он немножко это, чешет нам. Ну, короче, 330 лошадей есть, по-любому есть. По-любому есть 330 лошадей. Заметили вот эту фишку? Заметил? Туманки нету. Знаешь где? Не знаешь? Короче, история. История. Когда ты валишь боком на Subaru, к тебе попадает в радиатор или в туманку воробей. И после этого туманка стоит 5000 рублей. После этого обычно ставят вот такую вот решеточку, гриль. Типа поток воздуха, там, индукционная вот эта вот, знаешь, фишка, там, в турбинный нагнетатель и так далее и тому подобное. В общем, здесь это присутствует. Точно присутствует? Или понт? Присутствует. Говорит, присутствует. Это псевдокарбоновые вставочки, но карбоновые тачки есть, я вам точно выглядел. Стоит фронтальный интеркулер, то есть тачка не сток, совершенно не сток. Фронтальный интеркулер стоит вот здесь, вот здесь. Знаешь, зачем сделал? Не знаешь? Сосиски потом разогреваешь на нем. Вот такие получаются. Классные. Короче, фронтальный интеркулер создан для того, чтобы нагнетать больше холодного воздуха в мотор. Тачка турбованная. Вы это поняли, да, вот по этой ноздре, да? Давай посмотрим, что под капотом. Сейчас будет трэш. Смотрите. Открываем капот. Помните, да, вот эти обзоры там? Оп! И амортизаторы работают, да? Или там оп! И кочерга. Только не у владельца Subaru. Для быстрого и эффективной смены мотора у Subaru капот открывается вот так. То есть берешь лом, обвязываешь трос и вытаскиваешь мотор. Делал так лично. Ребят, здесь стоит 207-й мотор. Для тех, кто не знает, 207-й мотор это мотор от Impreza. VRX STI. Стишный мотор. Стишным мотором отличительная черта. Красный паук. Иди покажу. Иди поближе, не стесняйся. Смотри. Красный паук. Красный. Это субаровский фетиш. Это фильтр. Фильтр нулевого сопротивления. Я не знаю, зачем ты на него одел чулок. Чтоб не холодно было. Он красивый? Фильтр? Да. Ну так. Тебе. Какой? Apexi, Grady там? По-моему, Apexi. Apexi. Настоящий Subaru должен иметь фильтр Apexi. И обязательно чулок. Я думал, только джиперы используют чулок на шторкле, чтобы снег не попадал. Нифига. От уазика носок. От уазика носок. Ребят, дальше смотрите. Установлен шестиступ. Мы вам потом в салоне его покажем. То есть, по факту, это Forester. Это последняя, последняя тачка, последняя тачка фирмы Subaru, которая выпускалась именно со стилем Subaru. Пока вот не началось это вот Forester RAV4, да? Вот. Здесь установлено все от STI. Subaru Technica International. Да? До сих пор помню, не забыл. Короче, тачка наваливает боком, валит, просто рвет всех вешек и так далее. Имеет полный привод. В данной версии у нас расслабленный центральный дифференциал, то есть, он раскидывает моменты по осям, как хочет. Ну, не как хочет, как может. Есть еще версии с DC-CD. Это центральный дифференциал, который ты регулируешь сам. От 50 на 50, 50 на 50, да? Между осей распределяешь момент. Либо 70-30 с завода. Дальше еще раз скажу. Смотри. Алюминиевый радиатор. Алюминиевый радиатор это такая же проблема, как у Хаммера на самом деле. Потому что эбонитовый или пластмассовый радиатор, он лопается. Поэтому все ребята, которые вот увлечены тюнингом, они ставят себе алюминиевый радиатор. То есть, он вечный. Он вечный. Плюс охлаждение прям вот такое. Слышали эту штуку, которую делает так? Пш-пш-пш. Да? Это же она? Называется Blue-Off. Blue-Off. Какой? Блокамерный. Слушай, во времена моей молодости, короче, был однокамерный холодильник и однокамерный Blue-Off. Здесь двукамерный уже. Короче, Apexi. Он делает как? Вру-ту-ту-ту-ту. Вот так? Смотри, я помню, не забыл. То есть, прешь такой боков, такой вру-ч-вру-ч-вру-ту-ту-ту. Да? Нормально? Да? Спародировал нормально, Сань? Потом ставишь это видео? Хорошо. Что еще рассказать? Пойдем. Иди сюда. Поближе. Поближе. Иди сюда. Смотри. Смотри. Отсюда воздух поступает в турбину. Турбина нагнетает. Что я вообще несу? Я все забыл. Смотри. Не так. Не так. Здесь стоит... Скажи просто турбину. Здесь стоит выпускной коллектор. Равнодлинный. Правильно? Правильно. Равнодлинный коллектор. То есть, вот этот звук, 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 вот этот бу-бу-бу-бу супаровский, он здесь как бы немножко отошел на задний план. Здесь уже более такой рядный звук получается. За счет равнодлинного коллектора. Далее, ранотлинный коллектор заходит в турбину, разгоняет турбину, крыльчатку горячей части, холодная часть крутится, сосет воздух и туда его, туда, туда, вот сюда. Это называется впускной коллектор. Впускной коллектор уже непосредственно загоняет в камеру сгорания, воздух вместе с топливной смесью и так далее. В общем, в этой тачке поменено практически все. Паршневая не кована? Родная ковань стоит. Родная ковань. Ну, за сколько интересно будет. Ну, вот эта вот родная ковань, стишная, ну, да. В общем, усиленные поршня стишной группы. Хорошо. Короче, 300 лошадей, 300 лошадей. Самый фетиш, это вот эти напульсники STI. Хрюшок под работом, нету еще? Вот он. Есть крышка от аквалайна на Аквалайке. Крышка от кого? От аквалайна. От аквалайна? Пяти литров. Вон, там был лайк. Так у тебя гель стоит? Да. Турбина гейтовая, в курсе, да? Ничего себе. Тут вот фрии, да? Да, да, да. Все в столбе. Классное дело. Классное. Так как тачка попала нам после такой раскадровки, боком, да? Боком. Немножко, может быть, не видно, но, ребят, здесь, здесь, в этой модели, не в этой модели, вот именно у этого владельца, именно в этом экземпляре установлены тормоза Gold, Brembo. Четырехспотовые спереди и двухспотовые сзади. Тормозят просто колоссально. То есть, если ты дубасишь по трассе 200 км в час и кошка перебегает дорогу, то это просто safety first. Это тачка и остановится. Она остановится, она не перегреется, она остановится, дальше еще не задавит собаку, не задавит бурндучка, не задавит, никого не задавит. То есть, такие тормоза, такие тормоза заслуживают отдельной похвалы. Сколько комплект стоит? 60? Что-то тысяча, да. 60, да? Вот 60 тысяч рублей и комплект у вас как бы в кармане. Саш, на Клюкер поставим? 60 рублей. Да? Продаш? Нет. Нет? 70 даю? Нет. Юаней? Долларов. Долларов. 70 тысяч долларов, ты издеваешься, за 70 тысяч долларов я себе в Мазерате куплю. Куплю? По-любому потом куплю когда-нибудь. В общем, тормоза заслуживают отдельной похвалы. По поводу клиренса данной тачки, мы ничего вам говорить не будем. Завода это кроссовер. Но, есть такое поверье на Дальнем Востоке, как бы, да, там, чем ниже горы, тем ниже приоры. Здесь у нас наоборот, там, Форестеры ниже, там, стишки ниже, импрезы, да, урви, это вообще отдельный разговор. Ну, то есть, тачка как бы низенькая, да, немножко. А завода у нее, наверное, клиренс там 187 миллиметров, да? Да? Повыше. Повыше, да? Ну, как джип, короче, нормально. Для города нормально. Об экономичности данной тачки вообще ничего вам говорить не буду, здесь просто материться можно, да? Fuck fuel economy, можно скажу? Просто fuck fuel economy. Короче, если бензин будет стоить по 100 рублей, одинаково. Что ты заправишь Kia Sport, что ты заправишь Forester, на Forester покатаешься день, а на Kia покатаешься, ну, неделю, наверное, да? Короче, живет данная тачка 25-30 литров. На прогреве, на прогреве. Вот, короче, живет бензин вообще на раз-два. 98-й, да? Форсунки кистые, а 720-й? 730. 730, 730 кубических сантиметров. На джимнике мотор 660 кубиков, здесь форсунка 1,730, понимаете, о чем речь. Так вот, посмотрим багажник. Пойдем. Заглянем в багажник. Есть шторка, да? Она, наверное, больше декоративную функцию несет, наверное, да? Трещит. Как? Трещит. Трещит? Трещит. Шторочка вот такая надвигается и... Канистра! Потому что тачка живет просто колоссально, как бык по-моему. Канистра. Пятнашка? 20-ка. 20-ка. То есть, на прогрев зимой, вот, с собой владелец вводит вот эту канистру. Что еще есть? Есть сабвуфер, незамерзаячка, и... Потом ты там замажешь, ликвимоли, чтобы мы гигант не рекламировали, да? Знаете, зачем? Мотор жрет масло. Жрет же. Как ни крути. Как ни крути, субарновский мотор в любом случае жрет масло. И... Есть такая, не поверя, традиция, да? Традиция. Человек, у которого субару он каждое утро выходит, каждое утро выходит, открывает капот и проверяет щуп. Есть ли на нем масло? Знаете, зачем? Чтобы не провернуло четвертый цилиндр, вкладыш четвертого цилиндра. У каждой тачки есть проблема, так вот, у субару проблема – это вечное голодание четвертого горшка. Четвертого горшка. Но масло... Рафинированное не пробовал задевать? Нет. У меня была история, у меня знакомый, наверное, году 2007-м, купил себе марку и спрашивает у меня, ты что заливаешь? Я говорю, минералку. Он пошел себе в первом купил минералку, воды островной залил, у него мотор стуканул. Серьезно, не вру. Блин, вообще, классно. Ну, в общем, родной сабвуфер, да, есть? Да, стоит. Относится, сабвуфер есть, но этого мало, поэтому мы ставим еще полтора киловатта вот сюда вот, просто, чтобы качало. Стекла нормально, ничего не убивает? Плекс, да, наверное, стоит? Плекс. Ну, как-то вот с багажником все. Закрывается, смотри, смотри. Тест на закрывание багажника вечером. Вот, смотри. 2002 год. 600 тысяч, да? 650. 600. Да, чего у тебя всего 50, 60, вот, вот. 650. Пошли дальше. Давай. Здесь, короче, у нас проблемка, мы сидим на брюхе. Я ноги отрыхаю, я уважаю владельцев. Так вот, ребят, высокий потолок, чтобы понимали, у меня рост метр восемьдесят восемь. Ну, был, по крайней мере, на первом курсе, когда в армию призывался. Сейчас, может быть, метр восемьдесят пять, я не знаю, усох. Но суть таковато, что очень-очень большой запас над головой, это удобно. Задним пассажирам очень удобно в Subaru, хорошая посадка, то есть, твоя пятая точка сидит чуть ниже твоих колен. И это дает тебе пространство перед ногами. Есть подлокотник. Он открывается очень просто. Вот так. Никаких рычажков, никаких там систем, здесь не лежит пультов, наушников или что-то еще. И, ребят, вот это, знаете, что такое? Это домокун. Да? Это же дома. Да. Это дрифтерская тема, вообще GDM-ная такая тема, японская. Когда-то у меня была такая игрушка, ровно три дня. Потом у меня ее экспроприировали, поэтому у меня дома нету. Кинфхаммер. Хорошо? Все, давай. Вот. В общем, что еще раз сказать про задний салон, про задний салон? О, это что такое? Это свет. А это что такое? Это, не знаю, это просто какой-то отдел под что-то. Под телек, может, под очки. Слушай, я первый раз вижу такую. Это... Это тачка-бардачок. Слушай, здесь столько бардачков, а... Один там... А, нет, там подушка, да? Там подушка, да. Это в импрезе в ГЦехе было у меня сверху бардачок и снизу бардачок. Здесь, наверное, вот это вот... От комплектации зависит. Там еще куча подстаканников. Слушай, ну классно. Здесь раз бардачок. Два бардачок, три бардачка. Я первый раз вижу на потолке три бардачка. Блин, ребят, ну... Давайте сядем на место водителя, наверное, да? Пойдем. Автоматом двери закрываются. Автоматические двери. Просто она говорит, нас с рукой провел, ништяк. Пойдем. Мигает не... Дефи? Дефи. Реплика. Реплика? Что, сейчас уже выпускают реплику Дефи? Да. Блин, во времена моей молодости такого не было. Итак, ребят, короче, это первая тачка. Это прям вообще ностальгия. Слушай, я ностальгирую. Три педали. Здесь три педали. Сцепление, тормоз и газ. Такой должна быть правильная тачка. Настоящая тачка. Что здесь установлено? У нас установлен датчик Депа. Датчик Депа чего? Экзал стемп? Серьезно, температура выхлопа? А как ты турбину смотришь? А турбина у тебя здесь? Да. Короче. Тачка самолет. Не успеваешь смотреть за всеми датчиками. Иногда здесь бывает целая грядка. Здесь у нас стоит экзал стемп, температура выхлопа. Сколько? Восемьсот? 930 максимум. 930 максимум? Блин, это много. Аккуратнее смотри. Дальше стоит у нас вольтметр. Air Fuel. Смесь? Ну, не подключенную сенсора. Там все датчики. Короче, стоят все датчики вот здесь. Все датчики вот здесь. Сейчас объясню. Вольтметр, понятно. Есть во многих тачках. Дальше. AFK. Это такая штука, которая имеет у тебя топливную смесь. Показания топливной смеси. То есть, когда ты тачку начинаешь тюнить, тебе основные показатели у тебя это топливная смесь и EGT, чтобы ты не развалил мотор. Еще есть NOX сенсор. Ну, в общем, очень много разных приблуд, фишек там. Получается, у нас есть там компьютеры и там Apex. У меня был Apex Power FC. Все показывал. Здесь прошитый комп стоит стандартный вообще. Вот. Сейчас стандартный комп, оказывается, шьют. Я Apex шил. Не я. Дима Чернов. Вообще, заморочек было куча. Так вот, ребят, смотрите. Давайте слева направо. Нет, справа налево. Это правая рука и тачка. Это настоящая японская тачка. Она правая рука. Смотри. Под правой рукой у тебя. Четыре стеклоподъемника. Центральный замок. Блокировка. Блокировка окон. Зеркала. Регулировка зеркал. И что это такое? А. Складывай, да, зеркала? Да. Какая-то кнопка зомби-лайтс. Это отключение сабвуфера. Это включение сабвуфера. Отключение, включение, если мешается. Зомби-лайтс. Короче, регулировка зеркал главного света. Угол, да? Обогрев заднего дворника или переднего? Передний дворник. Обогрев передних дворников. Руль Момо. Момо, Италия. На японской тачке стоит ульянский руль. Это все с завода. И дальше самое интересное. Ты смотришь на спидометр. 180 км в час. Посередине у тебя спидометр. Тахометр до 7000 оборотов. С левой стороны у тебя топливо. Температура. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь позиций автоматической коробки передач. Автоматической, ребят. Чтобы вы понимали, тачка на коробке. То есть первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Задняя. А нет, стой, шестая. Шестая. А задняя включается вот через такое поднятие. Теперь задняя. А почему панель не поменена до сих пор? Свап? Так вот, ребят, это настоящий свап. Дальше. Аналоговая регулировка климат-контроля. Климат-контроля здесь никакого нет. Здесь есть просто печка. Либо она греет, либо она не греет. Потеха. Alpine Meningen, да, уже? Реплика? Оригинал. Потеха оригинал. Потеха должна быть оригинальной, чтобы качать. И самое, что классное в данной тачке, именно в данной тачке, это, конечно, сидения. Водительские сидения. Полуковши, так называемые. Фирмы, вернее, не фирмы, а подразделения Subaru STI. Вообще, для тех, кто не знает, это сидения Ricara. Ты знал это? Нет. Это сидения Ricara. Это настоящие сидения Ricara, которые шились именно, ну, как бы, шились, производились и так далее для STI. То же самое производилось для Getter 32-го, 33-го и для Evica. Только для Evica они именно шли именно Ricara вот с такой нашивкой. А все остальное, вот, с TID и так далее, то есть это вот было, ну, классно. То есть при боковых ускорениях, так называемых, поддержка боковая, просто колоссальная. У тебя никуда не снижают ни ноги, ни спина. Это самые классные сидения вообще и на дальняк, и по городу кататься, наверное, и по трассам. То есть, блин, если бы была возможность поставить у меня в тачку какие-нибудь такие сидения, я бы поставил. Поставь. Я не могу. Не могу. Ты видел эту слона? Ну, да. Ну, там кожа должна быть по-любому. Кожа, рожа. И кожи так нет. У меня, кстати, друг знакомый, друг, друг, друг поставил себе в сурфа 185-го сидения Ricara. Именно для сурфа. То есть сидения классные. Что имеет пассажир? Пассажир не имеет ничего, кроме как бардачок и подушка безопасности. Больше пассажиру ничего не надо. Почему у него вообще, у него еще есть спасательный жилет там? Спасательный кто? Жилет. Это? У пассажира есть спасательный жилет. А зачем это? Это если подушка не распылает жилет подкачать? Вдруг утоним. Хорошо, у пассажира есть спасательный жилет. Это, наверное, фетиш владельца. Я не понимаю, зачем он, но он есть. У тебя, может, мечта там стюардесса? Мы тонем, тонем там. Надо стюардесс сюда завести потом. Смотри, девушка твоя тоже будет смотреть. Она стюардесса? Нет. Палевая вообще какая-то. Дальше. У нас есть свет. Свет диодный. И еще два бардачка, ребят. Раз бардачок и два бардачок. Короче, если ты семирукий, восьми класс, у тебя должно быть раз пара очков, два пара очков. Еще, короче, вот сюда вот так вот можно, смотри, пару очков воткнуть. Вот так, вот так. Сюда можно очки воткнуть и вот сюда положить. Зачем это, я не понимаю, но это классно, слушай. Вот, ладно, в общем. С бардачками в этой тачке все. Все классно. Сильнее, прижмело. Да не так резко. Вот так закрывается. Что еще есть? Пассажира тоже есть. Настоящая пацанская машина. Заметили? Я открыл зеркальце и свет не зажегся. То есть, мейк в этой тачке делать не получится. А у тебя, интересно, есть? Тоже нету. Машина для двух пацанов, в общем. Два пацана. Вот. Что еще? Есть ручник. Это неотъемлемый атрибут тачки на коробке. Правильно? Тут без ручника никак. Здесь нет такого. Можно заглушить тачку, поставить на первую передачу. и все. На прогреве она уедет. И да, и потом завести, короче, и найти ее где-нибудь там. Ну да. Ручник, он по-любому должен быть. Вот. Собственно, я вам все рассказал про внешний вид, про внутренний вид. Прикатимся? Хочешь прокатиться? Да? Все, лайк. Давай прокатимся. Итак. Что мы делаем? Мы едем. Мы едем. Для того, чтобы там поехали, нужно снять ручник. Отрегулировать. Так, нет. Это же субар. Надо вот так вот это. Для того, чтобы будет неплохо. Снимаем ручник. Ставим первую скорость. Сейчас будет фейл. Сейчас заглохну. Колеса куда? Влево будут? Нет? Вправо? Все, поехали. Вот это сыпак. Да что такое? Почему я боюсь? Что такое? Почему он не едет? Да ты побольше газа дай. Да я очкаю. Коробка субару. Боком-боком. Нормально? Все нормально. Все нормально. Едем. Пропускаем туристов. Блин, на самом деле здесь знаешь, что неудобно? Здесь неудобно, что тачка изначально была на муфте. Места под ногу, под левую мало. И нету сапожка. Обычно в тачках, в японских, не знаю как в европейцах, в японских точно, на коробке есть сапожок под левую ногу. То есть, чтобы... Он просто, в смысле, его не поставили, короче, не вернули. Да, да, да. И места вот мало, прям чувствуется, что педаль впритык. Итак, ребят, далеко ехать не будем. Вот он, вот он. Далеко ехать не будем. Расскажем вам, в чем прелесть коробки именно на Subaru. Ну, во-первых, да, шести ступ, мы это вам уже сказали. Шести ступ. Колоссальный запас именно у Subaru. Блин, пятая передача. Сейчас шестая еще будет, смотри. Колоссальный запас, на самом деле, хода. То есть, если до шести ступов стоял пяти ступ, максимальный ход твой на парах, ну, по крайней мере, у меня стоял из 4,04, был 240 километров в час. 240 километров в час я упирался в отсечку 7500. То есть, дальше как бы, ну, ехать было уже проблематично. Здесь, мне кажется, можно валить 240 и будет на тахометре у тебя тысяч четыре оборота, да? Да. Тысяч четыре оборотов будет, да. То есть, запас хода колоссальный. А в городе, в городе, на коробке, за счет коробки, наверное, получается экономить немножко бензин. То есть, это первая, вторая, тысяча уже пятая, шестая, и как бы едешь вот тысячу оборотов, и ты едешь 60 километров в час. Звук сзади стоит, конечно, колоссальный. Все, здесь антилаг есть. А? Антилаг есть. Антилаг еще есть? Блин. А он будет работать, когда мы в горку будем подниматься? Будет работать? Он должен, когда выше 4000, будешь ехать, он начнет работать. Ну, классно. В общем, сейчас мы вам расскажем лайфхак. Для тех, кто не знал. Едешь ты такой по скользкому серпантину вниз. У тебя стоят стрёмные тормоза, а не в Рэмбо. И чем тормозить? Коробкой. То есть вот сейчас мы едем, притормаживая коробкой передач на третьей скорости. Нужно еще больше тормозить. Ты скидываешь на более пониженную передачу. И вот, собственно, в принципе, тормозишь движком. Блин, ну неудобно. Левая нога прям просится больше места, и у меня лапки даже здесь. Ааа, это звук. Слушай, Вов, блин, огромное тебе спасибо, что ты предоставил эту тачку. Всегда пожалуйста. Всегда пожалуйста. Давай, короче, к следующему году, чтобы у тебя был Геттер 35-й, я тебе желаю. На этот Новый год, с наступающим тебя, кстати, да. Чтобы на этот Новый год у тебя был 35-й Геттер. 35-й Геттер. Чтобы Subaru у тебя было так чисто пофанковать. А 35-й Геттер ты нам дашь прожарить по трассе Южно-Сахалинска Х. У меня или 26-й мотор в гараже держит. А, РБ-27. Да. Может быть сюда свапнуть РБ-26, нет? Я вот и думал, если вдруг рюкнет. Вот, вот, вот. Это уже хорошая, на самом деле, идея. Ребят, ну в общем, что сказать по ходовке. Subaru славился всегда с жесткостью своей ходовки. Здесь ходовка очень даже жесткая. Жесткая. 17-й диск? 18-й. 18-й диск и низкопрофильная резина Биллштейна. Стишные стойки. Стишные стойки. Ну, это те же самые Биллштейна, на самом деле. Те же самые перевертыши. Очень жестко тачка едет. Но, за счет этого она и маневрирует. Очень хорошо маневрирует. Так. Мы сейчас делаем небольшой ход конем. Мы развернемся там. И поднимемся вверх. Когда ебашешь на нем прям вот бачком где-нибудь шьешь, у него бывает перепускник сарабашит, он просто, знаешь, свистит. Он не шиф, а фуфу, он просто псс-псс. Везем со свистом именно таким охеренно. Пойдем. Оператор, ты живой, да, нет? Тебе нравится? Блин, видел, я включаю поворотники, да? Это за фенечка японских машин. Поворотники включаются с правой стороны, а дворники с левой. Итак, вот помните, да, все эти разгоны? По трассе мы там разгонялись, что-то разгонялись, как-то пытались показать динамику тачки. Ребят, в горку. Мы едем в горку. Сань, чтобы ты понимал, да? Ты же сидишь сзади, да? Тебя видно в кадре, не видно? Короче, чтобы ты понимал, смотри. Мы едем в горку, Сань. Нормально? Слушай, ну турбина стоит высокоспульная, я смотрю. За счет фронтальника, за счет фронтальника, за счет того, что турбина большая, объем мотора все-таки 2 литра, турбина раскручивается поздно. Но, когда она раскручивается, тачка, конечно, валит. Слушай, ну в общем, в горку она залетает вообще, колоссально. Ты знаешь, что сделай. Чего? Чего? Печку подкрути на одно отделение, которое нет. Это? Ветер, да, ветерок. Это? Да. На одну. Потом может, что этот антилаг может вырубился. Вырубился антилаг? Из-за печки? Да, печку отключаешь, антилаг отключается. Серьезно? На печку сделано. Это как так? Ну так. Это что за... Система такая. Это вообще стандартная самарская херня. Я так понял, что можно сделать, ты не знаешь, что хочешь. Ну, из родного. Нет, ты понял? То есть... Можно это на аварийку включить, а будет работать антилаг. Вот сюда, да. Там слышно, что он потихонечку на работе. Драйв. Все слышно. Слушай, ну, блин, короче, очень классно. Я даже не знаю, что еще про этот тачик рассказывает. Это не дорожник, не кроссовер. Ну, в смысле, это кроссовер, но он прет. В общем, ребят, если вы ищете... Последних из Магикан в Субару, то, конечно, это GDB. GDB. GRB уже более-менее как-то приближено к Тойоте. И вот этот Forester. SG-5. Ну, классно, блин, мне очень нравится. Очень нравится. А сцепление керамику собираешься ставить, нет? Да, я думал, но пока я не знаю, когда будет с усиленной корзиной вместе работать, насколько жестко. Нет, да? Надо по-любому ставить. На керамике прям совершенно другая изыщивость. Я в первые дни, когда его забрал, выехал с ланча замерить разгон до сотки, короче. Как ты думаешь, что произошло? Не знаю. Я порвал привода. Порвал привода. Первые же два дня я на нем езды найден. Вот так. Так, сейчас я покажу немножко кое-что с салона интересное. Да, Саша? Да, Саша. Он вечно молчит у меня. И так, в общем, едешь ты такой. Едешь, 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 едешь. И тут у тебя... Ты что, держишься? И тут тебе хочется сделать что-нибудь. Что-нибудь сделать вообще, в принципе. Получить от жизни кайф. Ты едешь с работы и такой думаешь, блин, черт возьми, как меня достала эта работа. И ты такой берешь и выворачиваешь шруль влево, Сань. И просто нажимаешь газ. Папа помнит. Ты видел, да? Папа помнит, как делать. Просто, просто, что чувствую? Что чувствую? Мы забыли об этом. Единственное, что мы забыли рассказать, это про рейку коротко. Да не, нормально, что. Мы сейчас про нее расскажем. Ребята, что забыл, садь, да? Установлена короткая рейка. Короткая рейка. Рулевая рейка. Ну, то есть по обороту вот эти вот там полтора. В общем, полтора оборота руля и у тебя полностью вывернута руль. Классная штука. В общем, что я чувствую? Что я чувствую после этого обзора? Я чувствую после этого обзора невосполнимую утрату. По тому времени, когда я катался на таких тачках, сегодня было просто море впечатлений. Нам понравилось всем. Наверное, мы сейчас бахнем чего-нибудь, да? Для расслабления. В общем, скажу так, если ты молод и красив, или даже не красив, а просто молод, ты обязательно должен покататься на такой тачке. Ты должен это ощутить полностью, всем телом, всем своим сознанием, всей душой. И все-таки, если у тебя есть эти вот 600-650 тысяч, не покупай скучные кроссоверы. Купи реальную трусную тачку. Купи. Не знаю, как хочешь, выйди в лотерею. Что хочешь, как хочешь, ну купи. Тебе в катер, тебе понравится. В общем, владельцу большой респект. Большое спасибо. Сними его сзади, видишь, что-то. Что-то сзади нам передает. С наступающих всех. С наступающих всех, да. Спасибо вам большое, Владимир. Классно, классно. Все. До скорых встреч, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok